По степени повреждения видно. Автобус врезался в столб на скорости. Позже инспекторы ГИБДД назовут основную причину. Водитель не справился с управлением. Управляла автобусом молодая женщина. Права категории D она получила полтора месяца назад. Прошла стажировку и сразу села за руль пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали сразу 20 человек. Их экстренно отвезли в больнице. После обследования госпитализировали семерых. А к утру на больничных койках осталось три человека. Состояние можно квалифицировать как промежуточное между средне-тяжелым и удовлетворительным. Поскольку все равно существует элемент испуга, шокового какого-то состояния. Ни болевого шока, ни какого-то геморрагического, а вследствие вот случившегося происшествия. Мало кто знает, а покупая билет на проезд, мы приобретаем своего рода страховой полис, который гарантирует нам право на получение компенсации, если в дороге мы получим какую-либо травму. Сегодня вопрос о компенсациях пострадавшим в ДТП первым делом решался на рабочем совещании в городской администрации. Компании «Евробус плюс», которой и принадлежит 35-й автобус, было дано указание – решить все вопросы по выплатам. Но юристы рекомендуют обращаться в страховую компанию перевозчика самим, причем с полным пакетом документов. «Справка о ДТП, постановления, протоколы, все, что относится к данному вопросу. Документы с больницы о перечне повреждений, степени тяжести повреждения, иные документы о сверяющей личности. Сама по себе сумма страховой выплаты колеблется от 2000 до 2000 миллионов рублей». Между тем, ГИБДД продолжает проверку. Среди косвенных причин происшествия может быть и плохое состояние дорожного полотна, а не только неопытность водителя. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.